Давайте немного бы практикуемся в использовании переменных. Для этого зайдем на сервис Vakari, создадим новый ноутбук и введем какую-нибудь переменную, скажем переменную A, запишем в нее значение 3. Надо указать еще, что мы используем окружение 3 Python. Нам предложат перезагрузить страницу. Перезагружаем. Еще раз подтвердим и укажем, что мы создали переменную A, записали в нее значение 3. Нажимаем выполнить ячейку, Shift-Enter. Операция выполнилась, но никакого вывода здесь нет, потому что оператор присвоения никакого значения не возвращает. Это просто действие. Впрочем, если мы укажем значение A и выполним этот код, то мы увидим значение 3. Это то значение, которое мы связали с переменной A. Мы можем теперь изменить значение переменной, например, увеличить значение, скажем, на 4. Опять же, это действие, никакое значение не возвращается. Можем посмотреть на значение, указав A. При этом мы увидим, что значение стало равно 7. В интерактивном режиме, когда мы вводим в ячейку некое значение, некое выражение, которое имеет значение, то оно автоматически выводится. Как было в предыдущем случае. Мы ввели A и увидели его значение 7. Если у нас в ячейке написано несколько значений, скажем, A, 2 умножить на A, то выведено будет только последнее значение. Если же мы хотим явно вывести оба значения, то мы в таком случае должны использовать print. В таком случае мы видим оба значения, выведенные. Более того, функция print позволяет выводить значения в том случае, если мы работаем не в интерактивном режиме, а просто пишем программу и далее запускаем ее. Давайте напишем программу, которая будет делать следующую вещь. Она будет читать имя пользователя и приветствовать его. Согласно введенному имени. Как мы это сделаем? Давайте мы для этого заведем переменную name, в которую прочитаем имя пользователя. Name равно input. Напомню, функция input осуществляет чтение с клавиатуры. Таким образом, name будет указывать на то имя, которое нам ввел пользователь. Далее мы напишем print, скажем, hello. Дальше укажем то имя, которое записано в переменной name. Если мы выполним эту ячейку, то у нас появится такое вот окошко для ввода, куда нам нужно ввести имя. Ну, скажем, имя павел, набрал, нажал enter и то, что мы увидим дальше, это вывод, результат команды print hello name. Мы увидели hello, тут на самом деле получилось два пробела, затем павел. Два пробела получилось, потому что я поставил пробел здесь, и еще один пробел добавился, благодаря тому, что аргументы функции print при выводе разделяются пробелами. Для того, чтобы было понятно, что нас просят ввести, можно указать в этой функции сообщение. Например, написать enter your name. Введите ваше имя. Теперь я заново спускаю с помощью shift-enter эту ячейку. Мы видим сообщение. Введите ваше имя. Вводим имя. И видим тот же самый результат. Hello, Павел. Давайте напишем теперь еще одну программу, которая будет читать число с клавиатуры и выводить это число, увеличенное в два раза. Для этого мы будем использовать функцию input, которая читает строку. Преобразуем эту строку в число с помощью функции int. И дальше выведем с помощью функции print это число, умноженное на два. То есть выглядит это все следующим образом. a равно int от input и print a умножить на два. Спускаем. Опять же нас просят ввести. Ждут, пока мы введем что-нибудь. Вводим число. Enter. Видим результат. 24. Таким образом можно с помощью конструкции int от input читать и сохранять числа переменные. Давайте вернемся к той задаче, про которую я упоминал. Мы хотим написать программу, которая будет читать произведение двух произвольных чисел, которые пользователь ведет с клавиатуры. Как мы это сделаем? Давайте скажем, что у нас пользователь будет вводить каждое число на отдельной строке. Таким образом мы прочитаем первое число с помощью int от input. Запомним его в переменную a. прочитаем вторую строку, преобразуем ее в число таким же способом. И дальше выведем в произведение чисел a и b. Так, я ввожу первое число, скажем 5. Ввожу второе число 7. И вижу результат их произведения 35.